вот мы примерочный я ходила очень долго выбирала вещи и нашла вот у меня такая будем считать база с уклоном в зеленый цвет здесь очень неудобные примерочные здесь вот зеркало тоже еще одно зеркало в общем какая-то получается странная зеркальная комната комната кривых зеркал поэтому я забилась так в угол потому что здесь меня видно как-то каким-то боком сзади и ну как-то странно выглядит такой знаете короче я сегодня вот такая вот по спортивному девочки у меня буховик мой черный обычный и на мне надет белый гольф джинсы ботинки и вот такая вот кофта в клетку рубашка потому что идем мы сегодня с подружкой в кино а потом мы идем ужинать идем на house of gucci дом gucci очень давно хотел посмотреть этот фильм и вот мы наконец собрались я наверное посмотрю даже сниму вам видео про него наверное если мне понравится если не понравится не буду снимать так давайте начнем примерки ничего у меня есть такие кожаные брюки сушите они такие приятные они сильно как кожаные есть черные джинсы есть свитера есть куртка очень хотела взять тот зеленый пуховик халат но он только экстрасмол оказался у меня не все здесь у меня вот это вот просто кашемировый свитер я взяла мне хотелось примерить его вот это тоже кашемир и шерсть симпатичный такой на селе но видите все такое немножко зеленоватый жилет вот такой вот сейчас я наверно прямо с него начну покажу вам поближе моя рубашка у меня тут такая брошечка тоже монтажная такая рождественская так первый мой аутфит я принесла вот такие джинсы странной длины клюшные выглядите как-то немножко по-клоунски потому что я в общем-то маломерок это на мне они в общем-то вот такие вот короткие нам еще ботинки без каблука совершенно то есть как бы очень странный странный фасончик очень они высокой посадки вот такой вот но ширина и длина какая-то немножко клоунская и на мне вот такой вот жилет потому что гольф мой и сверху я надела вот этот вот жилет который очень высокое горло вы знаете мне не нравится потому что горло она меня съедает я так вообще не что это горло и я большой большой высокой горло и я такая маленькая без шеи стою в нем как будто бы знаете медицинская повязка вот у людей у которых там с позвоночником что-то им надевают на шею вот такой вот фиксатор ну вы понимаете да и вот вот так вот выглядит это горло слишком они сделали большое хотя рисуночек симпатичный жилетка симпатичная но не нравится совсем и очень мне не нравится длина этих джинс кого они рассчитаны и зачем они такие сделали вот смотрите так и стою так нормально да пока я не опускаю ниже и тут оба такой клеш и короткие совершенно клоунские какие-то дурацкие штаны не знаю как мне не нравится это примерочная а еще вот что хочу сказать посмотрите здесь примерочные нету ни одного ни одного какого-то пуфика табуретки чего-то такого на что я могу положить свои вещи короче что я хочу сказать что я свои вещи сняла понапихала их как-то вот на этот вот крючок у меня же нет вешалок для них это очень неудобно просто ужасно неудобно потому что я некуда мне сложить свои вещи они поубирали сейчас табурет в санитарных целях потому что им их надо мыть они тут все примерочные моют после каждого посетителя так вот чтобы не мыть эти табуретки они просто убрали и сейчас вот вот куда мне все класть понапихала как-то все это очень неудобно и не нравится мне в чем я одета в общем все плохо давайте же посмотрим это размер large я бы не сказала она такая какая-то знаете узенькая я бы не сказала что это размер large еще взяла так специально подумала что вот мне будет она как раз и и написано что она значит эти жилеты есть в размерах до 4 extra large то есть вот они есть очень большие видите хотя вот здесь стоит extra extra small extra small small medium large extra large и extra extra large где же 44 икса я не знаю в общем что написано то говорю стоит она 69 99 сделана в ту она в турции и у нее аж целый один процент шерсти все остальное полиэстер полиамид и все вот это вот ну такое еще один цветарок манга кстати вот симпатичный остался в этих же джинсах я просто примерила его с просто как свитер он миленький такой симпатичный очень хороший цвет красивый такой рукавчик ведь все собраны и он сейчас на распродаже он стоит 37 долларов или что-то такое я не знаю это распродажа манга или это распродажа хатсон бэй может быть они сами устраивают какие-то дополнительные какие-то скидки на вещи из манга просто когда вещи попадают к ним из манга они уже как бы становятся собственностью хатсон бэя и в принципе как бы всякие распродажи и сэлы это уже как бы решает сам магазин этот department store что что вы что давать на распродажу что нет я даже честно говорю думаю что это может быть из прошлой коллекции потому что странно что она распродажа сейчас зимняя зимняя вещь еще в мангопом распродажа не началась ну вот посмотрим размер тоже large стоил он 70 долларов сейчас он стоит 40 видите на него сейчас 43 процента скидка я думаю что может быть он из прошлой коллекции очень хороший симпатичный цвет такой розовый но не розовый розовый персиковый такой немножко вот такой вот интересный рукавчик давайте посмотрим состав его состав конечно акрилик полиамид полиэстер в общем даже ни одного процента шерсти в отличие от предыдущей жилетки но чистая синтетика да у меня вообще такое ощущение что он очень быстро скатается потому что уж очень он какой-то уж очень он какой-то такой свяленый сваленный 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 и святы вот этот свитер я принесла это не мангу это их от мб ски свитера кашемировая свитера которые они всегда перед крисмосом выставляют на продажу стоит 120 долларов размер medium и конечно он должен был быть значительно больше он такой знаете длинный облегающий по старомодному свитер ну сейчас это совсем не в тему мне хорошо нужен был бы ларч или экстра ларч даже потому что ну сейчас как-то вот не носят такое в облипон такие свитерочки к тому же он длинный если бы он был коротенький так еще как-то да он такой длинный вот так вот он все здесь облег у меня но вон там сзади все облег вы видите да но это самое то что есть здесь конечно магазин такой не шибко фэшн поэтому то что есть в общем размер видим как я уже сказала сделано сто процентный кашемир и сделан в китае 120 долларов это тоже немножко побольше потому что это размер ларч но он шерсть с кашемиром кашемира в нем мало какой-то переработанный кашемир я прям не знаю что такое если честно но на распродаже сейчас хорош такой цвет свеженький лайк такой знаете симпатичный тоненький тоненький очень хорошего качества приятного и в принципе размер вот получше конечно чем-то зеленый предыдущий но тоже конечно какой-то он такой маленький такой облегает значит стоит он 80 долларов стоил 150 на него 47 процентов скидка ну почти 50 и видите 70 процентов мерина вул шерсть шерсть мериноса и 30 процентов переработанный кашемир . кто знает что такое переработанный кашемир скажите мне ну вот на ощупь и на так вот по впечатлению он очень приятный мягенький мягенький это тоже зеленый симпатичный очень приятный на ощупь единственно что какой-то размер маломерит очень так дурацкие джинсы значит написано что они высокой посадки а келоты это келоты они кроп видите вот что мне они как бы не как келоты а как короткие просто короткие штаны какие-то и стоят они это был сороковой размер я примерял сороковой американский и стоят они покупку бесценные я думаю что они в районе стоят от 80 до 100 долларов что-то такое вот то что я видела там лежали похожие наверное вот так вот они стоят хорош такая хорошая джинса ну вот этот вот фасон убить и кроп тэнкл это так они должны быть вот оно что смотрите принесла я такие кожаные указом конечно причем они кстати неплохие очень приятные такие на ощупь как будто вы кожи я даже на 5 минут подумала что может быть это кожа но здесь это не такие на резинке это размер large можно было бы в нить ему помогал смол только и large так они не свободненько так сидят знаете так ну свободненько это хорошо и вот такой вот свитер пола с воротником с белой зеленой полоской он из белой в черную полоску тоже ну вот он такой свободненький по-моему то лавчащий смотри какой размер неплохо так сидит ну как-то вот он мне кажется должно было быть бы тут немножко больше какой-то вырез как-то прям так вот под горло под горло прямо штанцы штанцы неплохие такие свободненькие длина хорошая нормально и вот принесла такую курточку стёганая симпатичная конечно куртёжка но как-то она мне какая-то маленькая узенькая какая-то детская коротенькая по моему она должна была быть подлиннее пошире рукавчик так еле зашел на меня в общем смотрю какой размер на это медиум наверное ну в общем такое что-то так себе не очень обычно такая знаете детская куртка из моего детства из детского мира что-то мне как-то не очень все это нравится может здесь такой выбор конечно начнут магазин мангами еще не впечатлили вообще расскажу немножко про магазин манга чтобы наверно куртку с него потому что мне жарко хотела рассказать про манга в канаде дело в том что вот я смотрю блогеры в других странах европе даже в россии они показывают магазин манга и магазин за всегда одновременно всегда как бы что то одинаковый ценой сегмент что это магазины в принципе похоже до я помню вот когда мы жили в израиле там тоже магазин манга и магазин thoroughly они были в общем предметно они стали ряда всегда во всех шопинг-центрах и они всегда были в одну цену и где-то примерно одинаковый был ассортимент похоже значит в канаде когда приехала я зашла в магазин Зара и нашла очень много интересных вещей. Опять вы мне сейчас скажете, что я поеду фирамбой объяснять любви магазину Заре. Ну, вот как есть, да. А потом я попала в магазин Манго и просто вообще не на что глаз положить. Я ходила, рассматривала, мне что-то очень хотелось, но я абсолютно не нашла ничего, чтобы мне понравилось, чтобы мне захотелось вообще даже примерить. И магазин Зара как бы и Ченем у нас есть в каждом шоппинг-центре. Практически магазин Манго у нас был в одном шоппинг-центре в Антарио. И вот недавно я как-то подумала, надо бы, может, подъехать, посмотреть, что там есть, поснимать. Я прогуглила и обнаружила, что магазин Манго у нас остался, вот магазин, не онлайн, а именно магазин остался единственный в Кребекке, это французская, канадик в Монреале. А в Антарио вообще нет ни одного магазина. Вот сегодня я пришла сюда и увидела, что оказывается, они свои вещи продают здесь, в Хатсенбе. Они закрыли свои магазины, собственно, один магазин, который здесь был, они закрыли и стали продавать здесь в Хатсенбе свои вещи. И выбор такой, какой-то, не знаю, конечно, возможно, что у них есть онлайн намного больше, наверное, но я хочу сказать, что магазин Манго у нас намного дороже, чем Зара, очень намного дороже, чем H&M. А качество, ну, вы сами знаете, например, магазин примерно одного ценового сегмента. Почему-то в Канаде они считают, что они должны быть дороже. Даже на распродажах, например, если там уже в конце распродажи, в конце сейла, то в Заре можно купить платье за 20 долларов, в Манго меньше, чем за 50. Я не видела онлайн. Так что вот так, магазин у нас, он очень как-то не популярен, не зашел, и вот он практически везде, они позакрывались, и вот они сделали, видите, только вот тут вот Хатсенбе, и они какие-то свои вещи притают. Давайте я сниму для вас эту куртку. Значит, она у нас размер large, ну, тоже что-то, ну, какая-то маломерка совсем, да, и стоит она 99,99, 100 долларов. Написано, что она сделана, что, ну, как бы наполнитель сделан из-за переработанного полиэстера, то есть она никакая не пуховая. Ну, и я думаю, что дальше искать нет смысла ее состав, наполнитель полиэстровый, сама куртка, естественно, тоже не полиэстровая, ну, понятно, да. И вот ни капюшона нет, это ж как неудобно в куртке, когда нет капюшона. Что-то как-то нет. Брюки у нас размер medium. Ах, это medium, это даже не large, что-то они такие здоровые. Стоят они 70 долларов, то есть medium, в общем-то, должен быть мне как раз, но они прям-таки большие. Единственное, что вам хочу сказать, у них вот есть вот разброс размеров от extra-extra small до extra-extra large, чего в Zara не всегда есть, а у них, в принципе, вот есть размеры, которые на любой, так сказать, на любой вкус и на любой размер. То есть это medium. Я что-то думала, что это large, но они такие большие. Вот не поймешь, джинсы в 40-м мне были прям в облипку, прям в облипку, а это размер medium, и они мне прям так свободно-свободно. Ну, вот такие сделаны, нехороший такой, приятный на ощупь этот самый. Вот, и nice, nice. Так, свитерок у нас тоже размер large. Стоит он 70 долларов сейчас. И здесь что-то написано, что это вискоза. Сделано из эко-френдли и переработанной ткани. Вискоза, наверное, да, сейчас я проверю. Вискоза 50%, все остальное полиэстер, полиамид, так что вот так. Все, девочки, такие у нас сегодня были примерки. Честно сказать, не очень удачные. Я вам хочу сказать, что вообще настроение... Ой, мы семимильными шагами идем к очередному лукдауну. Пока еще не объявили, но, по-моему, вот-вот-вот-вот нас опять закроют. Опять все закроют. Магазины у нас уже ограничили количество людей, которые можно собираться вместе. Все новогодние планы летят к черту. Детей отпустили сегодня из школы на каникулы, сказали забрать все свои вещи. Если, может, после каникул не вернуться в школу, будут заниматься онлайн. Не спрашивайте. Нету сил, нету просто никаких сил, как это уже все надоело. Теперь расскажу вам про магазин, в котором я нахожусь. Вы видели, какая здесь примерочная? Это магазин один из самых старейших и самых больших в Канаде. Примерочная как будто на каком-то рынке вообще вещевом. Просто ужасно, ужасно. Народу везде не протолкнуться. Последний день Помпеи. Скоро Рождество, скоро локдаун, наверное. Поэтому все как сумасшедшие носятся по магазинам. Никто паркинг не найти, трафик ужасный. В общем, настроение плохое, девочки. Ну, ничего, я пытаюсь давить из себя позитива за всех сил. Может быть, сниму отдельное видео на эту тему, но пока что вот. Уж простите меня, так сегодня как-то грустно. Все, люблю, целую. Увидимся в следующем видео. Надеюсь, что нас еще не закроют. И у нас еще будет много примеров впереди. Люблю, целую. С вами была ваша тета из Канады. Пока, пока вы.